Всем привет, друзья, это Сергей, вы на канале OldSchoolGamer и снова мы играем в Dark Souls 1. Прошлая часть абсолютно бесполезна у нас прошла, ничего не получилось, поэтому я думаю в этой части мы попытаемся вернуть свои, так сказать, боевые навыки. Планирую опять теперь каждый день дальше играть. Поэтому надо задрочиться. Сейчас мы, давайте, ну черный меч у нас самый мощный, но мне понравилось, я помню, я нашел вот этот яйта, по-моему, очень быстро бьет, хотелось бы его прокачать по щитам, так я и не понял, какой щит лучше всего использовать. Треснувший, но это все говно. Вот какой-то среднего размера, видимо, не очень тяжелый, рыцарский тяжелый, балдорский тяжелый. В принципе, паучий мне, наверное, больше всего понравился, он маленький, троечку весит. Давайте его, пламя пиромантия. И по броне. По броне я до конца не разобрался, с одной стороны хочется что-то полегче, с другой стороны, чтобы была какая-то защита. Давайте не с шлема, а начнем с туловища. Сменить отображение, можно посмотреть. Давайте я надену стандартный костюм пироманта, с которого мы начали. Не знаю, вот эти рваные краги у него были, походу, да? Ногах, что у него было, вообще не помню. Так, наверное, выглядели, да? Теперь давайте смотреть. Может быть, мы найдем что-нибудь лучше по характеристикам, что меньше весит. Вот это, например, по нажитения. Лучше обладают физической защитой. Вот эти по нажитения. И еще раз сравниваем. Ну, это тяжелее слишком. Штаны полого вора хуже. Господи странник. Вот смотрите, почти во всем лучше, чуть тяжелее. Давайте них. Теперь с перчатками так же. Вот наручи тени, кстати, смотрите. Почти аналогично, но меньше весит. Так, самая важная, основная часть брони. Ну, и так практически у нас самая легкая получается. 2,7, да? Вот 2,3, кстати, куртка. Получается, костюм тени мне, что ли, нужно? Все, тени и странника. Окей. Так, ну что, для начала, мне кажется, нормально. Так. И главная наша проблема, то, что мы прокляты. Давайте потрагируемся вот тут на уроде сбоку. Ну, можно зарубить его яйта, но нужно сделать много ударов. С другой стороны, эти удары быстрые. Я думаю, если его прокачать, то все будет круто. Двух одним ударом. Ну, и к боссу, к велеку мы сейчас не пойдем, я думаю. Пойдем вот сюда. Да, нет, подняться, да. Насколько я помню, именно с вот этого колеса можно выйти назад. А, первоначальную локацию, где мы начали. Опа. Что-то так ярко стало неожиданно. Такое чувство, что я целую вечность уже вот в этой локации путешествую. Так, нет, сюда нам не надо. Комарики сраные летают. Блин, нет, и сюда нам не надо. Может быть еще выше? Так, нет, и сюда нам не надо. Они прям сквозь пол пролетают, твари. Вот, да, нашел я это место. Тут, правда, здоровяки, с которыми тоже будет не так просто сразиться. Учитывая, что у меня половинка жизни. Поэтому против них можно использовать старую верную тактику убегать. Видео смешное я видел на ютубе, как, типа, как каратисты друг друга, типа, мастер-каратист и падаван-каратист и мастер-каратист. Сейчас я вам покажу, как справляться с противником, у которого в руках меч. Дает чуваку меч и сам в этот момент убегает по спикам. Ну, типа, лучшая тактика убежать. Так, ладно, еще тут их сколько? Еще двое их тут. тупые здоровейки. У нас гендон. упади, давай. Опа. Ладно. По крайней мере, он не умеет лазить по лестницам. Но с последним, думаю, мы разберемся уже в открытом бою. Не хочется, как бы, умирать на простых врагах, а мне кажется, сейчас так и будет. А нормально щит-то держит удар. Щит держит удар, это хорошо. Готов. Навозный пирог из них выпадает. Окей, ну все, супер. Не пройдя локацию, тем не менее, получилось из нее хотя бы выбраться. Уже плюс. Долина драконов. И тут у нас... лифтик, по-моему, должен быть. Кто тут сопит? Руины нового Ландо. А, все, да. Тут у нас, кстати, какой-то торговец был, я помню. О, тут, да. Привет. О, извините. Может, она пытается стараться на старшем смене. Что значит изменить? Усилить оружие, усилить броню. Что, у меня нету титанита. У нас же было много титанита. Не понял. Нужно починить, не будем. Купить предмет. Что продает? Посох колдуна. И заклинание. Неинтересно. Да, я еще вернусь, чувак. Возможно. Но, мне интересно, я вот что-то не понял насчет титанита. Где он весь? Не тут? Вот. Обломок титанита вот есть. А, обломок. А там был осколок, так что ли? То есть у меня нету самого базового, простого титанита. Надо его фармить в каких-то начальных локациях. Ну, в принципе, что я делаю, сейчас и собираюсь. Так, собственно, это сами вот руины. Туда я пока не вижу смысла идти. Я хочу вернуться назад. Так, отсюда я вроде вышел, да? Нет, вот я отсюда вышел. А, значит, вот сюда как раз нам в храм огня путь. Тут должен где-то быть лифт. А, вот он. Он даже музончик сразу заиграл, крутяк. Храм огня. Отлично. Кстати, у меня есть одна душа-хранительница огня. Э, обобрать труп? Тусклый капюшон, перчатки, юбка. Черное око. Ее убили? Труп? Ха-ха. Нифига себе. Я говорю, у меня есть ее душа, типа, эстус прокачать. А ее убили. Или она сама померла? Ну, дела. Так, давайте посмотрим новый костюм, то, что я нашел. Я уже забыл, как он назывался. Вот, тусклый костюм, да? Носит хранитель с храмом огня. Считается, что когда... Что когда-то это был белый женский капюшон. Но за годы он потемнел от дыма и золы костров. А, так. Нужно через инвентарь смотреть. Вот он, тусклый капюшон. Он весит меньше, но хуже. Я думаю, так все будет. Не, вот это смотрите, наоборот, лучше и весит больше. Наруча. Весит меньше, чуть хуже. А тут... А, тут какая-то юбка была, да? Окровавленная. Так, что ли? Носит хранительница, да. Ну что, давайте во все тусклое наденемся. Ну ты, какой я. Ха-ха, моднялый. Окей. Обидно, что она, конечно, померла. Нет хранительницы огня. Рожечь костер невозможно. Да ладно. Вот, отстой. Соответственно, что я хотел сделать? О, привет. Логан, большая шляпа. Так, у него можно купить различные заклинания, посох и коль кольцо. Усилит колдовство, проливая действия. Ну, стоит все, конечно, прилично. Ну, отлично. Вот у меня есть... Чувак. А я сам пойду заново просто марш-бросок по первым самым локациям. Кстати, тут, наверное, можно и потестить. Так, не буду ничего тестить. Твою мать. Потестил. Это ж откуда я сейчас начну опять? Отсюда. Вы издеваетесь. Просто первоначальные боты из первой локации убили. А, кстати, вот что нужно было починить, это... руку пиромантии. Она у меня не чиненная. Вон, даже картинка нарисована, значит, поломанная. Так что сейчас к этому чуваку забежим, починим. В принципе, маршрут-то не особо далекий. Ну, конечно, по-тупому так умереть от врагов первой локации. Хранительницу, то, что убили. Если там костер не разжечь, надо до следующего добежать. Это в этом. В городе мертвых. Просто на самый верх залезть. хорошо, что у него атака сбивается ударами. Комарики прилетели. Так, еще чуть выше. Ладно, как первого быстро убить, я знаю. Просто вот он бежит. А мы сюда такие, оп. И он сейчас улетит. А, ну, по сути, так, наверное, и второго можно убить. Нужно просто поближе его к себе держать. Главное, и там с двумя одновременно, чтобы не сражаться. Одного легко зарубить. Таки с дубинами, они попроще, чем те, что были с камнями. Он бежит, тварь бежит. Оба бегут. Один улетел. Не, второй, он остановился. О, мари. На этот раз навозный пирог не выпал. Ну да ладно. Блин, главный мой игровой недостаток, я уже давно понял. Я вот начинаю в какую-нибудь игру проходить, как вот Dark Souls тот же. И потом забил, а-ля, на месяц там. На пару недель. А потом возвращаешься, и ничего не получается. Навыки утеряны. Плохо помнишь, что там, где, что. И постоянно хочется заново начать проходить. Сейчас такая же тема, но в итоге мы в процессе этого прохождения чуть-чуть как бы перепройдем заново. Самую малость. Так, чувак. Починить я хотел руку пирамантии, да? Да. Давайте все починим, что на мне одето. Я вспомнил историю. Короче, Диабло 1. Она первый PlayStation, когда только вышел. А, эту даже не поломана. Совершенно не знал английского языка. Это вообще были ранние школьные времена. И мы с другом вдвоем играли. Сходили там до мясника, что ли, убили его раз с десятого. В итоге вернулись в город. Там все, уже набрали всяких доспехов, оружия. И я пошел к кузнецу. Хотел починить. У меня было поломанное и случайно вместо того, чтобы починить все, что на мне было надето, продал. Я прям помню такой, захожу в инвентарь и такой, где мой щит? Где мой меч? Смешно было. Блин, у меня вот что нужно это снять проклятие. Все, что вот тяготит. Реально придумали, да? И так игра непростая, но они еще проклятие ввели вот это сараная. Без хранителя костер не зажжишь, поэтому нужно добраться просто до следующего костра. Он, кстати, мой труп. Да, чему еще учит серия соулс, не стоит недооценивать даже самых обычных мобов. Типа вот этого скелета. Смотрите, как он налетел на меня. А вот это балдорский щит как раз у него. А вот это так, лучше их выманить по одному. отлично. Подлечимся. Крыса. Ага, с другой стороной как раз я помню шорткат открывал вот эти ворота. Или нет, пойдем лучше по старому маршруту. Как первоначально игра началась. Там, я помню, торговец был, костер где-то тут недалеко. нифига себе. Давно не играл и вот прям обычные вородины меня в страху наводят. Сейчас мы их аккуратненько. Ну, главное, что уже никакие вещи собирать не надо. Тут все происследовано по полной. просто аккуратненько потихоньку. А вот тут как раз вон на балконе там торговец. Сидел, сейчас к нему сходим, посмотрим, что продает. Опа. подальше стоять не надо. Ах, ты тварь. А, тут костер сейчас будет, отлично. вот тут костер. Ну, все, с костром. И тут лестница еще опущена прямо наверху на мост. Все, шикарно. Живем. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Ага, и вот так, всё, вспомнил я За ящиками Проход как раз к продавцу Да ведь? Да, вот он Привет Порошок для починки Талисман Лойда, огненная бомба Ремонтный ящик Для починки у костра Дорого стоит? 3000 Кинжал, сабли, рапира Ну, по предметам у него Самое всё базовое Можно, конечно Стрела Обычная стрела Для стрельбы из лука Утяжелённые стрелы больше урона Летят меньшее расстояние Деревянная стрела Не летят далеко, не наносят урона Болт это для арбалета А ну-ка А чё у меня там Чё у нас есть Из огнестрела Хвост-топор Так, вот арбалет Есть лёгкий арбалет Тяжёлый арбалет Чё, ни одного лука нет Был же лук какой-то вроде Вижу, что только три арбалета Почему-то Ну-ка, а лук у тебя почём стоит? Короткий лук За тысячу Мне жалко тысячу тратить Так, давай купим болтов тогда Пятнадцать обычных И десяток тяжёлых Тысячу всё равно Всё так дорого Так, кольчуга Неинтересно Ну чё, убьём его? Обобрать тело Утиготана О, из нём выпала Утиготана Есть яйца А есть Утиготана Практически одинаково Катана, выкованная на востоке Позволяет носить Стремительные удары Ну Да, нахрен Тринписи нужен Он беспонтовый Какой-то сраный торговец О, мелочь Нормально Утиготана Их рубит Даже непрокаченная Так, ну дальше Нам не надо О Дружок Ну чё Сейчас как раз Надо Утиготану По тесте Вместо яйту Она вроде Чуть мощнее Давайте ещё раз Убедимся Для верности Вот Утиготана Вот яйта Всё то же самое Только Для Утиготаны Нужно меньше ловкости И она мощнее Ко всему прочему Забавно, да А, ну это как бы Типа Убей НПС торговца И получи Один вариант А второй то вариант Ой-ой-ой-ой Дойти до чумного города И там найти Ну в принципе логично Оп-оп-оп Тут тоже шаркатная дверь Кстати Забавно так вспоминать Локации Потихоньку Всех победил Всех победил А тут лучник Сзади Только вспомнил Он выстрелил Все упадает из них Какой-то шмот Так, тут тип бочку скатывал А, ну бочка Это один раз всего была Кто тут стреляет? Я помню Меня, кстати, тут убили В одной из частей Или как это так? Откуда? Заперто Вот, кстати, надо запомнить Запертая дверь Тут выход А наверх? А, наверху Все закрыто Тут была битва Со свиномордом Ага Вот и мост Где дракон Соляр Интересно До сих пор тут Да, все ставится Аналитика Не скучает И вот солнце Глючит на ПК Соответственно Соответственно Вот тут у нас Проход В канализацию Офигеть Он наверху Там еще город Нет, прикольно Конечно Очень прикольно Драконья Тварь Гадина Ладно Тут уже Тут уже у нас Есть Лестница Которая ведет Примерно К тому же Месту Надо Надо с драконом Разобраться Я думаю Отрубить ему Хвост Ага Это я под мостом Во-во-во Задолбал-то ходить Тут урод Тварь Блин Далеко Мои души-то Может успеть Меня Поджечь А Тварь Опять я потерял Все свои Тысячи туш Ну уже Даже Не жалко Все Вот Ошметки Мои Ну-ка А вот Тут тоже А тут Пароход Следующую Локацию Вон Нурот Сидит Тут крыски Где-то Были А нет Тут не крыски Крыски Дальше Крыски Вон Там Пока Ну-ка Нельзя Навестись На хвост Как Тут Из-за Угла Ну давайте Поэкспериментируем Какой Арбалет Дальше Стреляет Есть Тут Дальность Радиус 50 50 Вот Этот Стрела Болты Обычный Тяжелый Че Черное Ох Кстати Делает Позволяет Вторнуться В мир Убийца Хранителя Огня О Нифига Се То есть Тот Кто Убил Хранителя Огня Можно Его Найти Интересно Попозже Сделаем Тут Мне Бинокль Интересно Так Так Хвост Казалось Когда я играл Во второй Шильдарксоулс Там С помощью Бинокля Можно было Прицелиться На дальшее Расстояние Нет 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 Нельзя Тут крысы Еще Отравляют Отварь Отварь Так Так Ага На башне Был этот Урод С которым Он долго Сражался Я помню Надеюсь Что Одноразовый Большего Нету Да Так Вот Мост А где Дракон Улетел Улетел Урод Так А тут уже Тень его есть Присядем Костро А что Тут Только Бомжи Тут Какая-то Разрушенная Статуя Улетел Урод Да Улетел Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все Халява Теперь в чем проблема, что как прилетит дракон, если он прилетит А вот он Я жив, я жив Ага Ага Да он издевается, тварь Нашел тактику, урод Как же с ним совладать Ну и вон он полетел, говнюк Какой же он медленный Субтитры сделал DimaTorzok Он тоже хлебает Стремно выходить, сейчас опять полетит тварь Такая тварь этот дракон Вот где он? Вот где он? Кто улетел? Ну как его назад Выманить Сейчас побежит шпырёк, он полетит и сожжёт Ладно, давайте бегом Город Нежитя Город Нежитя Нет Не понимаю, что его триггерит В комментах В комментах к прошлым видосам писали, что Можно ему хвост отрубить И типа и всё, халява Ладно, мы сюда ещё вернёмся Пошли в уезд Нежити Тут крутая бронесвинья была О, сколок титанита, кстати Надо в этой локации всех врагов зачистить Хорошие шансы Да, вот эти ворота я с обратной стороны открыл Поэтому сейчас мы по-человечески Всё пройдём Всех убьём И побольше титанита Прокачаем нашу Катану Ну, чё-то не из... Ни из кого ничего не выпало А, тварь, ловушку хотел заманить Катана настолько слабая Что даже их с одного удара не убивает Ну, не единственное Ещё вот эту пробежку даже нельзя назвать тем, что как бы Фармишь души Плюс я тысячи две уже потерял Умерев по-тупому Так, логово бомжей прошли Ага, вот этот мост А, и вот тут типа можно было в спину зарубить Чё-то помню, видите? Нормал А если бы ещё из каждого титанит выпадал Так, тут сейчас их несколько будет А нет, обычный Да ладно Ха-ха-ха Нифига себе, они С одного удара уже рубятся Ну, вот это я помню, да Центральный вход И там их много Они довольно шустрозадые А, ну всё С одного удара умирают Главное Не считать себя суперкрутым Защитился Ударил Защитился Ударил Защитился Вот Вот лифты ведут Кстати Чёрт, я мог приехать Прям сюда Сразу На лифте Кстати Да? Да Экономить Экономить уйму времени Может было бы О! Вот про тебя-то я и забыл Опа! Всё, конец! Конец! Бегом! Ха-ха-ха! Я забыл про них Я снизу их слышал Наверху про них Забыл совершенно Курак-курак-курак Всё, а теперь Подходи По-одному Будем резать Шаурму По-одному я сказал Сдолбали Сдолбали Они сказались Трудными когда-то Так Ну тут всё я обобрал А вот тут в клетке сидел урод Точно Я его спас Он Блин, а это он наверное Слышите? Убил эту хранитель с огня Золотой пидор Ну вот можно его выследить Займём всё этим Может быть Следующей части А сейчас Продолжим свой гнилой путь Фу, напугали горбулья Ну Ну Надеюсь Весь этот путь До сюда Был не зря Тут у нас был чувак Вон он стоит Да Он тут Но этого недостаточно Надеюсь Он ещё нам и поможет Отпусти И Возвращая Я рад Возвращая Моя человечность Это Моя человечность Попросить Отпущения Грехов Нихрена себе Сколько душ требуется Нет, спасибо Купить предмет О О Во Во Отвинение Косточка Кольцо С кровотечением Сопротивляемость Ядам Что-нибудь теряется Блин, это эти хорошие Сопротивляемость ядам Кольцо прикупить Дорого Дорого Но Нам хватит на Вот одну такую Штучку 3000 душ Итак Итак Внимание Мотор Давайте прям На крыше Итак Я снял Проклятие У меня снова Полная жизнь Ну все Лишний час Пришлось потратить На это 3000 душ Но зато Теперь Мы реально Можем пойти Паучиху Попробовать Убить И Много Что еще Сделать Чего Нам не хватает Это титанита Чтоб оружие Попрокачивать Вот это да Недостаток Ну все Теперь мы хоть знаем Куда ходить Снимать Отлично Так Пойдем Сходим еще Кузнецу Так, костер трогать не будем. Ну, вот и кузнец. Отдать большой уголь? Ну, давай, отдам. Чё-то я ему отдал, и он чё-то сделает, отлично. Так, усилить оружие. Утиготана. Ну, от осколок стани тогда только один, давайте, плюс один. Отлично. А мед черного рыцаря нужен уже нам некий мерцающий титанит. А и душ не хватает. Так всё трудно. Вот осколок титанита у него по 800 продаётся. Можно купить два, но не хватит душ на прокачку. Символ Арториаса. Открывает дверь. Живые ящики. Так, ну, короче, как наберу душ, можно к нему вернуться. Так, а тут мы куда попадём? Твою мать. Что-то я вообще не помню. Этого урода. Ладно, на этой радостной ноте, я думаю, мы закончим эту часть прохождения. Она получилась удачной. И, нет, на самом деле не закончим, потому что я сейчас даже вот что сделаю. Использую двойную человечность. Обращу опустошение. И возожгу. Вот так. А теперь на этом, наверное, и закончим. Следующей части, не знаю. Пойдём, наверное, назад. Наконец-то у нас снова человек. До скорых встреч, друзья.